Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина и в этом видеоролике я хочу пообщаться с вами вот на какую тему. Почему нельзя откладывать решение той или иной задачи на завтра? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что причин откладывать на завтра у нас много. Но одна из главных причин это неуверенность, что мы ту или иную задачу сделаем правильно. Вот эта вот неуверенность, неуверенность нас сильно очень подводит. И мы вот из этой неуверенности, из этой вот неуверенности придумываем кучу массу отговорок и решение откладываем на завтра. Но к нашему сожалению завтра никогда не приходит. Хочу рассказать на своем собственном жизненном примере. Он достаточно такой яркий и заставляет не только меня, но я надеюсь все-таки и вас заставит подумать, что все-таки нужно взять и решить именно здесь и сейчас. Итак, ну я, наверное, сейчас буду банально. Наверное, как и у всех у меня была, собственно, первая любовь. И я знаю, что моя любовь была достаточно взаимна. Но к моему сожалению, когда мы были с ним в подростке, он меня сильно обидел. Причем настолько сильно обидел, что мы с ним разошлись. Разойтись, конечно, мы разошлись, но вот эти вот взаимные чувства у нас остались. И когда он уходил в армию, я точно знала, что я его дождусь. И это единственный человек, с которым я хочу быть вместе. И я точно знаю, что он тоже уходил именно с такими же чувствами, что он точно знал, что когда придет с армией, что мы, в принципе, потом будем идти по жизни вот именно в окон-бок. Пришел день, и он приехал до дома. Я знаю, что в каждом письме он у своих родителей спрашивал обязательно по мне. Я эти письма не раз читала, и, в принципе, я его тоже ждала. И я была уверена на все 100%, что мы с ним помиримся. Пришел день, он приехал. В принципе, единственное, что у меня, моя решимость мне позволялась, я просто-напросто подходила к его двери, и все. Мне было достаточно постучаться, позвонить, ну что-нибудь хотя бы сделать, но, к сожалению, к моему я не решалась. И я придумала массу себе отговорок, например, что на мне платье не такое, или через счет сильно накрашены, или на ногу не накрашены. То есть я придумала всякие массу отговорок, лишь бы не звонить. Когда я встречалась с ним на улицу, я тоже рассчитывала всего вот таких вот, скажем так, взглядах, в тело движения, что он тоже, в принципе, так же, как и я, не решается со мной помириться. Он ищет повода, но, опять же, ищет массу отговорок, что этого не делать. И мне тем самым, вот наше, чтобы мы с ним вместе помирились, вот это вот откладываем на завтра. Завтра, завтра, завтра. Но, к нашему сожалению, завтра его нет. Есть только сегодня и сейчас. И оно никогда не наступит. Таким образом, наша проблема, она не решилась. Переводим сейчас это все дело на бизнес. У нас сейчас февраль месяц. Я еще летом для себя решила, что я создам курс по ютуб-каналу. И, в принципе, у меня знания есть. Я знала, что я создам отличный курс. И я помогу очень много людей с собственными знаниями. Но, вот, ко мне, ко мне был очень большой страх. Я боялась. Я боялась, что мой курс, он абсолютно никому не нужен. Либо еще какие-то страхи. Я постоянно вот это вот все дело откладывала назад. Завтра, завтра, завтра. Завтра не существует. Есть только сейчас и сегодня. Поэтому для себя я решила, что я в любом случае создам этот курс. Пусть это было не лето, а именно сейчас. То есть я в данный момент написала его в текстовом варианте. В принципе, у меня абсолютно все есть. И я отделила себе временные рамки. То есть в этот день я делаю то-то, а на следующий день то-то, на следующий то-то, на следующий дот. То есть я точно знаю, что в каком дне данный курс я просто-напросто закончу создавать. Для вас я могу посоветовать. Если у вас есть какая-то задача, есть у вас какая-то проблема. Если можно ее решить именно сегодня, как у меня было, недостаточно было позвонить в дверь и все. То возьмите и сделайте. Если ваша задача достаточно такая объемная, разделите ее на несколько маленьких кусочков. И каждый божий день делайте свою собственную задачу понемножку. И рано или поздно она, эта задача у вас сделается. А еще лучше, огранишьте себя во времени, и она 100% у вас сбудется. Хочу спросить у вас, а вы откладываете свои решения и задачи на завтра? Или все-таки их выполняете? Хочу увидеть ваши комментарии под данным видеороликом. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.